Здравствуйте! Центральная городская библиотека имени Михаила Васильевича Ломоносова к предстоящему Дню Арктики предлагает мастер-класс по рисованию гуашью. Сегодня мы будем рисовать вот такого медвежонка на льдине. Для этого нам потребуется гуашь нескольких размеров, листочек А5 формата, это половинка А4, водичка, кисточки нескольких размеров и салфетки. Начнем мы с некой схемы, чтобы нам было проще ориентироваться. Мы возьмем коричневый гуашь, чуть-чуть тонкую кисточку, разведем водичкой и наметим наш рисунок. Сначала мы обозначим линию горизонта примерно, чуть меньше половинки листочка. Затем обозначим льдину, на которой у нас будет находиться наш медвежонок. Примерно обозначим льдину, добавим ей объем и теперь наметим нашего медвежонка. Наметим примерную линию, наполовину ее разобьем, примерно вот так. Это будет голова, а здесь будет его лапа. Начинается, обозначим голову. Пока схематично. И также обозначим лапу медвежонка. Одна лапа как будто бы будет перекрывать вторую. Одна будет заходить на вторую. Здесь еще обозначим спинку. Примерно так. Теперь можем закрашивать. Значит, для этого мы возьмем кисточку побольше. Сейчас нам потребуется белый цвет и голубой. Возьмем белого и добавим к нему голубой цвет. Побольше сразу разведем. И этим цветом мы закрасим верхнюю часть нашего листочка. Тихонечко вокруг мышки. И будем подниматься вверх. Тихонечко. Так, давайте я еще чуть-чуть. Можно взять более темный голубой цвет, если он есть, и закрашиваем наше небо до конца. Можно мелкие детали прорисовать, например, кисточкой поменьше. Закрасили. Теперь перейдем к нижней части. Это будет у нас вода. Нам потребуется цвет потемнения. Возьмем, если есть два синих разных, можно их смешать между собой. Я возьму темную голубую и к ней добавлю темно-синий. И этим цветом пройдусь снизу. Этим цветом закрашиваю нижнюю часть нашего листочка. Опять же вокруг мишки. Осторожненько. И с этой стороны тоже я возьму кисточку поменьше, чтобы здесь по-хорошему все прорисовать. Так. Здесь вот еще запрасил. Отлично. Теперь мы добавим еще немножечко теней под нашей лединой. Мы возьмем самый темный цвет, да, темный, синий. И пройдемся внизу под нашей лединой этим темным цветом. И добавим еще бликов на воде. Возьмем тоненькую кисточку белый цвет. И этой тоненькой кисточкой добавим небольшие блики в поводе. Возьмем тоненькую кисточку белого цвета. Возьмем тоненькую кисточку белого цвета. Добавим бликов. И пока оставим. Перейдем к нашей ледине. Для этого мы возьмем кисточку опять побольше. И сейчас нам нужен очень прозрачный цвет. Размешаем белый. Опять же сделаем голубый цвет. Белый с темно-голубым. И добавим воды к ним побольше. И этим цветом пройдемся по нашей ледине. Белый с темно-голубым. Полупрозрачный цветом. Внизу мы добавим цвет потемнее. Но тоже полупрозрачный, да? Здесь тоже, сбоку. Немножечко подтяни. И по каемке сделаем цвет более светлый. И сбоку возьмем просто белый цвет и белым этим цветом и пойдемте по контурам. Где-то белый блик еще можно здесь где-то добавить, чтобы создать ощущение дина. Еще раз снизу пройдемся. Еще раз снизу. Можно подтянуть вот этот белый, белый краешек. Сделать его более видимо. Теперь перейдем к самому медвежонку. Для этого мы возьмем, опять же намешаем цвет. Нам сейчас потребуется белый, желтый и немножко коричневого цвета. Все мы это сейчас приготовим. Значит, белого много возьмем. Белый, 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 белый. Чуть-чуть желтого и чуть-чуть коричневого капельку. И этим цветом мы начнем закрашивать нашим движонком. Полностью покрываем эти цвета. Полностью покрываем эти цвета. Лапки тоже закрашиваем. Двух стороны. Развести цвета нужно побольше, чтобы хватило. Двух и спинку тоже закрасим. Здесь у нас... Так, что, теперь... Так, что все, делает! Так, что я читал, я так, что сейчас, меняется и не так, что я могу. Так, как я, я читал, что я, мол, короче, не так. Потом я уже писал, как я написал, что я читал, как я читал. Я неits к этим пишу. Я забираю, просто я забираю. Я думала. Я узнал тебя. Я убираю. Закрасили, теперь что мы делаем, мы возьмем светло-коричневый цвет, потом лаписточку. Можно смешать с тем цветом, который мы только что брали для шерсти и этим цветом обозначим. И тут у нас были лапки, мишки. Также мы тут обозначим на него складочку. Ушки прорисуем. Голову, да, еще обозначим головку. И тут тоже такие небольшие сколочки. И все валим. Так, что мы делаем дальше? Можно немножечко подразмыть, чтобы края были не такими четкими контуры. Обратимся влажной кисточкой. Теперь нарисуем у мишки два глаза. Черный гуашь мы для этого возьмем. Возьмем черный цвет. Форму глаз можно выбрать самим, нарисовать, какой захочется. И нарисуем два глазика. Нарисуем мишкин носик. И нарисуем дам мишку улыбочку с двух сторон. Нарисуем. Поверчим в руках. Теперь возьмем глибы. Добавим блики. Нарисуем лик на носике тоже. И нарисуем тем же коричневым цветом, который мы использовали для лап. Обозначим немножечко ему носик сверху. Чтобы наш мишка был более объемным, более пушистым, мы сейчас возьмем белый цвет. Белый цвет, тонкую кисточку. И этим белым цветом мы пройдемся еще по шерсти нашего медвежонка. Обозначим в некоторых местах. Самых объемных, самых глубоких. Немножечко белым цветом шерсть. Вот отрывистыми такими движениями. Не полностью закрашиваем, чтобы наш исходный цвет остался. А при этом добавим еще такой шерсти. Пройдемся по всему мишке. Цвет у нас неяркий, разбавленный с водичкой. И этим цветом мы в мишке проходимся. Только кисточкой. И теперь перейдем на мордочку. Там тоже точно таким же образом пройдемся. По мордочке мы видим. Так. Так. Немножко. И теперь перейдем на мордочку. Время. И все. 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 И также ножку. И оставим пока что. Что мы еще добавим нашему мишке? Мы добавим ему тень на нашу ледину, возьмем цвет потемнее и под нашим мишкой прорисуем тень. Цвет не яркий, с водичкой. Самая темная тень под свиньей мишкой. Сейчас обозначим. Тут еще можно немножечко добавить посветлее на саму телу. И нам осталось нарисовать еще золотую рыбку. Возьмем кисточку тоненькую. Красный цвет. Если у вас есть оранжевый, можно использовать его. Я возьму красный. Смешаю его с белым и желтым. Тоненькую кисточку. И прорисуем здесь внизу рыбку. Рядом с рыбкой тут блики будут. Также в рыбке нарисуем еще плавники обозначим. Сверху можно немножко подсветлить. И добавить ей еще глаз. Добавим глаз зубким. Место еще на воде. Сейчас тоже сделаем чуть-чуть. И в конце мы добавим еще снега в нашу картину. Можно это сделать набрызгом, можно сделать это вручную. Просто взять листочку, опять же не очень толстую, среднюю. И обозначить снежок, падающий на нашу мишку. Мишка. К獅. И в будущем. Мишка. И вот такой рисунок у нас получился, спасибо всем большое за внимание, до свидания. Продолжение следует...